Дорогие люди, добрый день! Мы сегодня с вами поговорим про поисковую деятельность. Это основная деятельность в формировании внимания ребёнка. Это то, что необходимо развивать абсолютно в любом возрасте, потому что именно на поисковой деятельности базируется самый главный навык, который нам нужен потом в дальнейшем в школе и очень часто в нашей жизни, в обычной. Это умение находить какие-то неточности, находить ошибки, умение их видеть и исправлять. Очень классный навык, который на самом деле развивается достаточно легко, если вы просто делаете на это акцент, если вы просто даёте ребёнку соответствующие пособия, развивашки и просто контролируете, чтобы эта деятельность у вашего ребёнка была. Когда ребёнок совсем маленький, это то, что можно делать уже начиная с годика, это, конечно же, играть в лото. Пожалуйста, посмотрите, у меня есть на канале видео, посвящённое лото, посвящённое домино. Там тоже можно прекрасно развивать у малыша именно вот эту поисковую деятельность. То есть что это? Это когда у нас есть картинка, да, любое лото, вот абсолютно там стеллар. Ну вот здесь у меня ассоциация, ну по такому же принципу лото, любое. Когда у тебя есть 6 картинок, и вы потом будете увеличивать количество картинок, на столе у ребёнка там или на полу, где вы играете, для того, чтобы он находил нужное изображение. Да, и мы сначала будем базироваться там на принципе «найди такой же», вот, да, где там вы можете показать прям предмет, когда вы изучаетесь ребёнком, когда вы только вникаете в поисковую деятельность, и говорите «найди такой же», да, вот, «найди мне такой же», и ребёнок на своей карточке, там, если это одна карточка или уже две карточки, ищет такой же, потом вы будете просто называть, да, у кого медведь, у кого трактор, у кого полицейская машинка или классическое лото с цифрами, 22 вы кричите, и потом вы начинаете это делать быстрее, быстрее называть. И таким образом, да, вот с самого-самого раннего детства вы развиваете вот этот вот момент, связанный с поисковой деятельностью. Итак, первая вещь, первая игра, первое пособие на поисковую деятельность, это будет, конечно же, лото, это когда нам нужно «найди это», «найди» точно такое же, это будет лото, это будет у нас «добль», это будет у нас в том числе работа с вимельбухами, например. Ну, вот здесь у меня маленькие вимельбухи, я знаю, что вимельбухи любят огромное количество детей, потому что это на самом деле очень классное развивающее пособие, когда у нас есть мелкие какие-то изображения, и нам нужно что-то искать. У меня еще есть в кабинете вот такой прекрасный вимельбух-ковер. Это когда мы ищем, да, вот у нас есть карточки, карточки с изображением, это тоже вимельбух, это тоже поисковая деятельность, то, что для малышей. Вот у меня есть изображение, и ребенку нужно вот на этом ковре, он очень классно сделан из пеленочки, то есть даже если ребенок еще без подгузника, это все не испортится, не помнется, не порвется, не испачкается, да, мы расстилаем вот этот вот огромный ковер вимельбух, да, такой для поисковой деятельности. И ребенку нужно вот на этом огромнейшем ковре найти какое-то маленькое изображение, да. Вот этот вот ковер я ссылку оставлю с Simuland, абсолютно бюджетная, но при этом очень классная и полезная вещь. Итак, когда мы говорим про первый пункт, то есть найди это, найди вот это на ковре, найди вот это на своей карточке, найди вот это на картинках в Добле, найди вот это в своей книжке. И когда ребенок становится старше, как мы можем поддерживать эту поисковую деятельность? Конечно же, это работа с картами. У каждого ребенка должна висеть карта на стене. Вот у меня ребенок, когда очень сильно увлекался звездами, планетами и так далее, у него висела на стене карта звездного неба, и мы искали различные созвездия. Я ему читала, как называется, какая звезда, мы ее искали, мы смотрели, где она находится, мы смотрели, изучали планеты. И вот такая карта звездного неба, это тоже будет то, что отвечает как раз за поисковую деятельность уже в более старшем возрасте, когда ребенок вырастает, например, из таких ковриков. Потом могут появляться обычные карты. То есть вы вешаете карту страны своей, в которой вы живете, вы вешаете карту мира. И ребенок, если уже умеет читать, вы можете находить различные города, вы можете менять эти карты, вы можете искать полезные ископаемые, кто на какой территории обитает, где какая живность, где какая растительность. И когда ребенок учится вот с этой вот большой картой взаимодействовать и выискивать какие-то названия, какие-то точки отмечать на карте, это очень классно. Искать свой город, отмечать города, в которых вы побывали, отмечать страны, в которых вы побывали, это тоже все сюда же работает в копилочку. То есть «Найди это». Начинаем с «Лато», потом у нас «Вимельбухи». С «Вимельбухами» можно работать вплоть до самой школы и всю начальную школу. Потом у нас появляются обычные карты, где можно развивать вот эту самую поисковую деятельность. И мы вот этот момент запускаем. Второй момент в поисковой деятельности – это «Найди отличия». Это то, что можно также развивать с самого раннего возраста. Например, по знаменитейшим пособиям земсковой «Умные книжки», когда у тебя просто простые-простые сходства. Вот здесь есть лягушка большая, а здесь лягушки нет. Вот здесь есть цветок, а здесь цветочка нет. Самые простые, примитивнейшие картинки, где крупные изображения, которые ребенок может сравнить. Вот что здесь есть, а что здесь нет. Чего здесь нет. Когда ребенок становится старше, мы тоже продолжаем. «Найди 5 отличий», «Найди 10 отличий». И картинки становятся все сложнее. Прекрасно здесь работает игра «Дифферанс». Есть «Дифферанс Kids». Это то, что прекрасно подходит для детей, дошкольников. И есть самый обычный взрослый дифферанс, который можно играть прямо до 99 лет. Это то, что невозможно пройти целиком и полностью запомнить. Отличия, несмотря на то, что там в каждой картинке всего по два отличия. Но там очень классно построены эти картинки. Поэтому дифферанс здесь тоже будет работать очень долгие годы. И это то, что можно давать ребенку как профилактику невнимательности или давать ребенку для развития, для того, чтобы он учился концентрироваться, для того, чтобы он учился сопоставлять два изображения, выискивать, а что здесь не так, а какие здесь есть сходства, какие здесь есть различия. То есть второй пункт у нас в развитии поисковой деятельности, соответственно, внимание, это игры на «Найди отличия». Ну и третий пункт развития поисковой деятельности в развитии внимания, когда ты что-то ищешь, это, конечно же, «Найди по параметрам». Я недавно снимала обзор, ну как недавно, я сейчас, честно говоря, не помню. Но у моего ребенка тоже была эта игра где-то в возрасте трех лет. «Найди по параметрам». Игра «Веселый, грустный, злой», когда ребенку нужно найти, не знаю, красный квадрат, который злится, или там красный круг, или желтый круг, который улыбается, да, или кто там у нас веселый, грустный, да, который грустит, там треугольник, который грустит. Когда вы раскладываете на столе большое количество карточек, мы начинаем сначала с небольшого количества карточек, я подробно рассказываю, как в эту игру мы начинаем играть, как она растет вместе с ребенком. «Веселый, грустный, злой». В последней распаковке, да, предыдущее мое видео, я показывала, какую я игру еще взяла для развития этого же навыка, только уже для старших дошкольников или начальной школы. Когда ты кидаешь кубик, и тебе тоже нужно на поле найти по определенным параметрам, то есть если в начале мы с вами первым пунктом мы искали «Найди такое же, найди такое же изображение», то здесь ребенку нужно сопоставить несколько параметров и найти по этим параметрам то, что отвечает вот этим трем компонентам. Именно вот это я должен найти. Здесь же, кстати, классно работает игра «Коварный лис». Это когда по приметам вы находите того, а кто украл пирог непосредственно, да, кто этот воришка, когда у вас есть определенные, да, там, показатели, есть бусы, нет бусы, мальчик, девочка, да, и вы по уликам ищете как раз вот этого самого подозреваемого. Тоже это все будет здесь прекрасно работать. Отчасти, конечно же, этот навык и развивается, когда ребенок собирает пазлы, например, потому что ему нужно подобрать, а что сюда, какая деталька сюда подойдет и по смыслу, по изображению, и по форме, то есть тоже у него глаз нарабатывается. Это все игры на заполнение пространства, когда ребенку нужно понять, а какой фигурой я сюда могу, что я могу сюда дополнить. И наш с вами любимый Кракасон, кстати, и Лоскутное Королевство, это тоже то, что будет продолжать этот навык развивать, когда ребенок подбирает изображение, когда он занимается вот этой вот самой деятельностью, понимает, а куда мне здесь нужно проложить, а как мне здесь проложить маршрут, а как мне здесь выстроить границу своей территории. То есть это вот те игры, которые тоже будут в дальнейшем этот навык развивать. Почему я вообще в принципе делаю акцент на поисковой деятельности? Потому что именно на ней строится работа с вниманием. А как мы понимаем с вами, без внимания невозможно в принципе никакая деятельность, если ты не можешь сконцентрироваться на задаче, используя свои навыки визуализации, визуальной подготовки, визуальной насмотренности, своего пространственного восприятия. Поэтому обращайте внимание, есть ли у ваших детей какие-то игры, которые закрывают вот эти вот три задачи, насколько часто вы их используете. Постарайтесь сделать так, чтобы хотя бы раз в неделю вы какую-то деятельность закрывали именно поисково, что-то нашли на карте, где-то отыскали. Я вот сейчас своему ребенку еще, так как он во втором классе уже, и он уже изучает различные орфограммы, и он уже изучает, что такое корни, суффиксы, приставки. Я ему иногда даю какие-то тексты, где нужно найти какие-то ошибки. Я специально делаю тексты с ошибками, или где нужно найти там все однокоренные слова. То есть тоже это можно развивать, развивать и развивать дальше и дальше. Оттачивать вот этот вот уровень мастерства. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующем видео.